Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! И всем привет, дорогие друзья, и вы на канале Личи, и сегодня у нас ровно сотый день того, как я езжу на этой приоре. И сегодня я вам расскажу, что было в прошлом ролике и что будем делать сегодня. Но перед тем, как я начну, я покажу комментарии ребят из прошлого видео, вот в этот раз я покажу абсолютно все, вот смотрите, они прямо тут на небе, смотрите, это все комментарии из прошлого ролика. Если ты тоже захочешь попасть в ролик, как эти ребята, это абсолютно очень легко, нужно просто написать любой комментарий и ты обязательно попадешь. В этот раз я вставляю все комментарии, их очень много, но я вставлю абсолютно все, поэтому попасть в ролик прямо становится очень легко, легче, легкого, потому что комментарии теперь оставлять буду абсолютно все. Вот все, что будет написано в комментариях, я все вставлю, абсолютно все до единождения. И обязательно, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. И, конечно же, я же говорю, пишите комментарии. Чем больше комментариев, тем лучше для меня. Поэтому, ребята, вот такие дела. Что хочу сказать, в прошлом ролике я показывал, что я купил себе вот такую вот приорку, она была, она совсем была другая, она была прям новенькая, чистенькая, очень хорошо ездила. Но вот сейчас не произошло что-то не то, после того, как я проехал на ней 3 месяца или 100 дней, ну да, 100 дней на ней проехал. Тут поржавели диски, цвет стал какой-то блеклый, белый, посмотрите, он стал не белый какой-то, а вот прям какой-то матовый, серый, прям, не знаю. Она стала очень плохо ездить, под капотом прямо у нее что-то там все начало ржаветь, и это очень сильно пугает. О, боже мой, двери задние, вот, я вот нажимаю, вот. Не открываются двери задние, я не знаю. Тут столько проблем с ней, посмотрите вот на эти стекла, что с ними стало. И это произошло за 100 дней, и сегодня, в течение 3 месяцев или 100 дней, мы будем ее восстанавливать и стараться сделать ее лучше, чем она была в заводском виде. Намного лучше, намного респектабельнее и красивее. И, ребят, мне обязательно нужна ваша для этого поддержка. Я очень сильно хочу 4000 подписчиков, но вот никак я их никак не накоплю. Поэтому, ребятушки, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и давайте добьем 4000 подписчиков. И пишите комментарии вообще, какие машины еще проэволюционировать, на что купить, какие тачки проверить. Может быть, какие-то рубрики у вас есть, что интересно снять. И вот так вот. В общем, сегодня я это покажу. Вот, смотрите, я вам показываю наглядно, как эта тачка вообще ездит. Вот, смотрите, заводится так-то она нормально. Я вам говорю, не работают вот эти спидометры, не работает показатель бензина, показатель температуры тачки вообще. И перестанно работают часы, аварийка не работает. В общем, проблем геморроя много с этой тачкой. Ну, ездят они... Что за толстые женщины тут ходят? Это что такое? Господи, что такое? Вот, посмотрите. Но она вообще не едет. Посмотрите, она едет хуже, чем семерка. Хуже семерки. Это что такое? Посмотрите, господи. Она до сотни не разгоняется. Она не разгоняется просто до сотни. Вот. Я жму педаль газа полностью. Вот. Сотка. Сотки нет. Вот, сотки нет. Вот, давайте, я вот напрямую выезжаю. Господи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Посмотрите. Все, сотка не едет. Сотку она не выжимает. Вот. Сто это пик. Сто три это пик. Боже мой, что же мне делать с этой приорой? А что мы будем делать? Мы посмотрим в этом ролике, что я сделаю с ней за сто дней. Я постараюсь его полностью восстановить. Я накопил для этого большого количества денежек, чтобы заняться приоркой-то. Чтобы сделать из нее нормальную эту приорку. Я думаю, с вашей поддержкой я это обязательно сделаю сегодня. И вы должны это заценить. Обязательно, ребят, досматриваем ролик до конца. Это очень важно. В конце будет очень интересно. Поэтому сейчас мы... Я остановлю запись. И ровно через сто дней я покажу, что мы сделаем с этой приорой. Что мы сделаем с ней. И это будет великолепно. Вы такого еще никогда в жизни не видели. Поэтому досматриваем ролик до конца. И увидимся через сто дней. Ну что, дорогие друзья. Прошло ровно сто дней. И это ровно двухсотый день нашей эволюции. Сначала приора была у нас как новая. Потом через сто дней она стала очень разбитая. И сегодня, через двести дней, ровно на двухсотый день я покажу вам. Покажу то, какой она стала. Ребята, вы готовы оценить то, что я с ней сделал? Сколько я вложил в нее бабла? Сколько я вложил в нее средств времени? Сколько я потел над этим? И сегодня я вам это покажу. Так что, дорогие друзья, представляю вам эволюцию приоры на двухсотый день от личи. О, да, дорогие друзья, вы готовы на нее посмотреть? Да? Ну тогда обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Пишите в комментарии тоже что-нибудь. И погнали. Я открываю гаражик. Прямо в этом гараже мы над ней и все это работали. Так что вашему вниманию приора двухсотого дня эволюции. О, да, дорогие друзья. Вот она, вот она. О, ебой. Вот это да. Вот это мы приору смогли сделать. Вот это она и есть. Что хочу сказать. Все проблемы мы устранили. Которые проблемы у нас были с приоркой, мы все их исправили. Сначала, конечно же, я скажу, что мы поменяли фары. Они были у нас желтого цвета. Теперь мы поставили ультра ксенон. Очень дорогой. За 45 тысяч рублей. Что-то такое. Очень дорогой ксенон. После этого мы сняли. Мы сняли и выкинули в мусорку те диски, которые были прямо вместе с колесами. Поставили новый DDR5 Sport R17 за 57 тысячи литье золотого цвета. Покраска была специально сделана под эту тачку. После чего мы нацепили спойлер от компании Kauf Legends. Что-то такое за 25 тысяч рублей. Мы переоформили приору полностью. И поставили крутые номера, которые достойны этой приоры. Это VVV777. Эти дорогие номера нам обошлись в 75 тысяч рублей. После чего мы опустили прямо в этом гараже эту приору. Прямо практически до уровня ровно того, что можно вообще сделать. Мы поставили ей самую дорогую пленку в самом лучшем гараже, где могли ее поставить. Она не пропускает света вообще. Под капотом у нас стоит новенький движок от Lada Grand из 16. Абсолютно. Видите, 16 Valve. Это абсолютно новенький движок. Распредвал мы сделали, рассинхрон двигателя, поставили новый аккумулятор. Просто пушка. Тачка стала просто пушкой приорой. Мы сделали ее в разы лучше того, что она была. Это ультраклевая тачка получилась. О, ребята, вы только бы представили, что мы еще с ней могли сделать. И, конечно же, мы починили, ребят, багажник. Смотрите, смотрите, что мы сделали с багажником. Теперь он открывается нормальненько. Опа, 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 опа. А багажник-то открывается и закрывается. Все двери открываются нормально. И самое клевое, смотрите, мы сделали химию в салонах. В салоне теперь пахнет новенькой машинкой. И смотрите, смотрите, что мы сделали. Оу, еее. Это драг рейсинг. Драг рейсинг. У нас новые двери, которые поднимаются вверх, как на Lamborghini. Йоу, это Priora 200-го дня эволюция. 200 дней Priora. Гляньте на это. Оу, еее. Как вам такое, Илон Маск? И давайте-ка заценим ее. Заценим то, как она ездит. Это пушка, а не тачка. Это пушка, просто турбо-пушка. Смотрите на эти двери. Оу, посмотрите, смотри, смотри. Оу, офигеть. Как же они клево открываются. Офигеть. Ребята, ну за это лайк. Посмотрите, посмотрите на эту для Priora. Она просто создана для этого уличного города. Посмотрите. Теперь, помните, как она ездила в начале ролика? Она до сотни не могла развалить. Она не могла до сотни разогнаться. Вашему вниманию я представляю то, на что способна теперь Priora. Давайте-ка выйдем на трассу. И я вам покажу, на что способна эта Priora с двигателем от Гранты. Во, 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 уже 120. Понимаете, какая сила? Какая сила в этой Priora. Посмотрите. Сотню, 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 сотню. Изи, изи, сотня, изи, сотня. Офигеть. Ну и как вам такое? Как вам такое? 150. Сейчас будет и 200. 200, 200, 200. Еее, 200. Давайте 300. 300 успеем сделать? 300, я не знаю, мы доедем или нет. 250. 200. 70, 200. Воу, 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 воу. Вот это авария получилась. Да я бы и 200 смог, потому что, да это изи. Машина-то теперь гоночная. Она способна на многое. С таким-то двигателем она способна на многое. Я вложил в эту тачку более 400 тысяч. Я ее купил за 500, за 300. И вот сейчас вложил в нее 400, ну почти 500 тысяч. Посмотрите, как она летит. Это просто пушка, пушка, пушка. Тачка, пушка. Воу, 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 воу. Воу, воу, воу. В общем-то, дорогие друзья, вот такие вот дела с нашей приоркой. И, кстати, да, я вот, не обратили внимания. Я не знаю, вы обратили или нет. Ну, сейчас, ручник дерну. Опа, и ручник-то рабочий теперь, да-да-да. Гляньте, да вот. Давайте я сейчас все двери открою, чтобы нормальненько так было. А, опа, 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 опа. Я аж забыл сказать. Мы ее полностью перекрасили. Вы помните, какая она была серая, блевка? И она вообще была какая-то не блестящая. Посмотрите, теперь весь город отражался. Открывается в машине. Посмотрите. Посмотрите, посмотрите, как это клево. Все отражается. Абсолютно все. Вот эта новая краска. Вот эта, я понимаю, новенькая краска. Блин! Но эта приора стала намного лучше выглядеть того, чем она была. И даже на первый день. Но то, как она выглядела на сотый день, это вообще я молчу, ребят. Я молчу об этом. А то, как выглядит сейчас, я просто довел тачку до ума. И посмотрите, выхлоп, выхлоп, выхлоп. Гляньте. Посмотрите, как она дымит. Дымит, как настоящая тачка. О, вот это да, она масло подгорает чуть-чуть. Ну, бывает, бывает. Так что, дорогие друзья, я надеюсь, вам понравился такой видос с эволюцией приоры. Пишите в комментариях, какую эволюцию еще с тачками провести. Что вы еще хотите увидеть. Потому что мне очень важно ваше мнение. Обязательно пишите комментарии. Обязательно, обязательно. Вот сколько. Пишите максимальное количество комментариев. Просто максимально. Чем больше, тем лучше. А также, если вы тут новенький, подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. И понажимайте на колокольчик. Потому что для меня это очень важно, ребят. Очень-очень важно. Так что, вот такие вот дела, дорогие друзья. Кто не смотрел первую часть, обязательно посмотрите. Я ссылочку оставлю сейчас в конце. А на сейчас этот видос покажется. Ну, а с вами был Личи. И всем до скорых встреч, дорогие друзья.